Русское радио Русское радио Русское радио Русское радио Для понятия больших весов нужно иметь хорошие развитые мышцы ног, рук, спины и груди Состоит из трех видов движений Жим лежа, становая тяга и приседания Ну как сказать, на данный момент, на данный момент Тут еще подразделяется на жим лежа Можно в одном виде выступать, жим лежа и становая тяга Но есть еще там народный жим Народный жим заключается в чем? Собственный вес, собственный вес жмешь на количество раз То есть получается, если мы поехали на соревнования Мы можем участвовать как в троеборье Так и отдельно в дисциплине как становая тяга Отдельно жим Вот у вас какое любимое испытание? Ну любимое испытание это жим лежа, конечно Я по многим причинам не могу в этом участвовать Допустим в становой тяге, потому что у меня травмы рук Тут механические порезанные просто пальцы были и сокожили Поэтому приходится выступать только лишь в жиме лежа Ну хочу сказать, что в своей возрастной категории Это возрастная категория от 55 до 59 лет Весовой категории от 125 Петр Викторович победил четырех соперников И установил три мировых рекордах в упражнении как раз-таки В своем любимом жим штанге лежа Соревнования были совершенно недавно Это был середина августа Это был чемпионат мира по пауэрлифтингу И наш скромный чемпион действительно установил три мировых рекорда Я вот спрашивал, как можно в одной дисциплине установить сразу три мировых рекорда Петр Викторович, ну расскажите еще раз, как можно вот сразу за раз установить три мировых рекорда Ну три мировых рекорда в чем заключается Допустим у него этот предыдущий чемпион мира был Попов Владимир, город Москва Значит он установил свой мировой рекорд весовой категории до 140 килограмм 155 у него был этот подъем Жим лежа штанги Я начал этот жим лежа 157 килограмм Уже первый подход был, да? Уже первый подход это мировой рекорд Второй подход 165 Опять мировой рекорд И 170 это уже третий Вот поэтому считается три мировых рекорда Свои рекорды и подбил То есть получается конечный мировой рекорд будет 170 килограмм 170 килограмм, да Хочу сказать, уважаемые слушатели, что передо мной лежит расписание всех этих рекордов И этот рекорд Попова Владимира, который был поставлен 14.08.2015 года человеком из Курска Ну а теперь там будет написано, Петр Богомаз, 170 килограммов Уважаемые слушатели, мы прервемся на маленькую музыкальную паузу И поговорим вообще, с какого возраста заниматься такими видами спорта, как пауэрлифтинг и становая тяга, присед, жим лежа Вообще, когда следующие соревнования, любимые упражнения, вообще все, что нужно для того, чтобы стать чемпионом Оставайтесь с нами и узнаете очень много нового Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби, без сомнений встречай Повороты судьбы, смысл жизни ищи и в сомнениях любых Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее люби Выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг Без боязни напротив течения плыви Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих Все зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не попасно было нам Никогда не сдавайся, забудь о ничем И для этого есть сотни тысяч причин Полыхай и искрись, словно звезды в ночи Обязательно птицу мечту распишись получи Доверяй только чувствам своим Оставайся со мной, а не кем-то другим Если просят о помощи, то помоги Если силы кончаются, помни, что здесь Все зависит от нас самих Все зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не попасно было нам Все зависит от нас самих Все зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не попасно было нам Не отдавай свою свободу Не отдавай свою свободу Не отдавай свою свободу Все зависит от нас самих Все зависит от нас Ничего в мире нет такого, что не попасно было нам Все зависит от нас самих Все зависит от нас Ничего в мире нет такого Все зависит от нас самих Ничего в мире нет такого Что не подмазно было в нам Все зависит от нас самих Ничего в мире нет такого Что не подмазно было в нам Все зависит от нас самих Всё зависит от нас самих, Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам. Всё зависит от нас самих, Всё зависит от нас самих, Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам. Не отдавай свою свободу! Не отдавай свою свободу! Не отдавай свою свободу! Всё зависит от нас самих. У меня в гостях сегодня чемпион Пётр Викторович Богомас, человек, который ещё не был. В юношестве в армии делал подъём перед переворотом 211 раз. И вот, как сейчас подшутил, говорит, и то, сняли с перекладины, у командира загружилась голова, поэтому сказал, слезай. Ладно, Пётр Викторович у нас чемпион, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу и жиму лёжа. Это очень тяжёлый вид спорта, мы сегодня говорим о нём. Пётр Викторович, вообще с какого возраста можешь заниматься таким видом спорта? Есть ли какие-то ограничения? Ну, желательно заниматься, конечно, с 10, с 10, с 12 лет. Для того, чтобы, как говорится, скелет уже окреп, связки у этого были более-менее укреплены. Ну и, соответственно, сначала своим весом, а потом потихонечку переходить к железу. Дело в том, что сейчас передо мной лежит приглашение на открытый Кубок России, который пришёл Пётру Викторовичу. Вы знаете, там написано расписание, и детишки с 8 до 12 лет также принимают участие в такого рода соревнованиях. Очень много весовых категорий, очень много подростковых категорий, но факт в том, что от 8 до 80 и старше. Вот так вот возрастая категория. А теперь давайте, Пётр Викторович, поговорим всё-таки, что же планируется впереди. Сразу забежим вперёд. Вот я знаю, что вы планируете в Ростове на данном принять участие в Кубке Восточной Европы. Да. Насколько это престижное соревнование? Ну, как, всё-таки Кубок Восточной Европы. Двы представителей будут и Польши должны быть. Ну, вообще, раньше был Варшавский доллар. Примерно все эти страны должны быть, надеюсь, участниками этих соревнований. А почему надеетесь? Вам интересно, чтобы был какой-то конкурент вам? Или вот... Конкурент, в первую очередь, как говорил мой этот, как наставник и тренер Гуняшева Александрович, конкурент, в первую очередь, у тебя это штанг. А остальное ты... Остальное ты тоже добиваешься сам, да? Да, да, да. А вот после Кубка Европейского я вот вижу приглашение на открытый Кубок России по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяги и вообще народному жиму. Да, это будет проходить в Белгороде. И будет проходить он, по-моему, 15-16 октября. Ну, попробую на данный момент добиться всё-таки своей цели, которую я задумал. Это выполнить всё-таки мастера спорта. В 60 лет это не так просто. Потому что нормативы мастера спорта, что для 15-летнего, что для 20-ти, для 30-ти, для 40-ка и для 60-летнего и для 70-летнего, одинаково. Одинаково. Абсолютно скидок никаких, поэтому… Вот как раз-таки это ответ на тот вопрос, который задавали мне коллеги-журналисты. Как человек может поставить три мировых рекорда и быть всего лишь кандидатом мастера спорта? Так вот, Пётр Викторович только что объяснил, что тут нет ни скидок, ничего. Тут какие же нормативы для того, чтобы получить мастера спорта? Что же вам нужно сделать? Ну, нормативы кандидата мастера спорта – это 152,5. Это как проходящий был, потому что первый раз я поехал на соревнования. Этот чемпионат Евразии был тоже вроде Ростова-на-Дону. Я там тоже первое место занял. И сразу я начал подъем со 145 килограмм и 157 закончил. Просто-напросто тренер сказал – больше не надо. Наше дело – конкурент обойти и выполнить кандидата мастера спорта. Свой потенциал не раскрываем, да? Да. И потом, со временем занятиями ездили на чемпионат мира. На чемпионат мира. Значит, у меня пошел рост. И я же говорю, начал 157, 165, 170. Ну да. 175 килограмм – это я, пожалуй, как говорится, в разминочном зале. Это мой личный рекорд – 185. До мастера спорта мне осталось 2,5 килограмма. Я надеюсь, или Кубок Восточной Европы его выполнить, или открытый Кубок России. На этих соревнованиях я должен все-таки… 2,5 килограмма – это, получается, 177,5 килограмм нужно толкнуть, да? Да. А вот скажите, пожалуйста, все-таки рост у вас идет, вы говорите, начинали от 147 килограмм, сейчас уже он от 157. Рост, конечно, есть, но не такой, конечно, быстрый, как у молодых. Ну, все-таки рост приличный. Я вот об этом и хотел сказать. Как возраст? Не мешает ли вам вот расти, так скажем? Ну, конечно, конечно, мешает, мешает. Ну, приходится этот… Я не скрываю того, что приходится и спортивное питание употреблять, спортивное питание для восстановления. Это не анаболики, ничего. Просто-напросто столько ты должен калорий употребить для того, чтобы восстановиться. Вы поняли? Да. Поэтому здесь ничего зазорного такого нет. Это не метанозероскалон и даже этих препаратов. Понятно. Это просто восстановители мышечных мышц, наверное, органики какой-то, да? Это просто организм. Восстанавливает организм. Понял. Вообще, вот по поводу, раз мы упомянули с питанием, спортивное питание, а есть ли какая-то специальная диета перед соревнованием? Сгоняете ли вы вес или у вас все в норме? Нет. Вес гонять вообще-то, как сказать, вес гоняешь и, соответственно, упадок тебе сильный. Поэтому, я считаю так, гонять не стоит вес. Есть весовая категория, вот в пределах от 110 до 125 килограмм, вот здесь надо держать свой вес. Ну, жевательно, если от 125 до 125, 123-122 это самый оптимальный вес. Ну, вы как раз в оптимальном сейчас весе находитесь. Да, да, да. Ну, вот, тем не менее, вернемся к этим 2,5 килограмм. Вы говорите, личный рекорд 175 килограмм. Собственно говоря, до ростовского, до чемпионата Кубка Европы в Ростове, он, по-моему, в конце сентября. Осталось, собственно говоря, не так уж много времени. А в Белгороде открытый Кубок России, это получается то же самое, что чемпионат России, да, 15-16. В общем, полтора месяца у вас есть. Как вы думаете, все-таки можно конкурироваться штангой из 177,5 килограммами? Можно, конечно, потому что, как сказать, база готова. Вы чувствуете себе потенциал, да? Да, да, да. Давайте перейдемся на маленькую музыкальную паузу, а потом все-таки поговорим, можно ли заниматься без тренера, как проходят тренировки, а еще о чем-то интересном. Оставайтесь с нами. Номер для ваших смсчиков 5522. Санта-Лючия, 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 Санта. Санта-Лючия, 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 Санта-Л Санта-Лучия 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 но люди не обижали бедного музыканта Санта-Лючия, Санта-Лючия, он парень неплохой Санта-Лючия, Санта-Лючия, за мне не холодной Песня музыканта Санта-Лючия Смотри в глаза мои, но только-только не лечи меня Острый как чили, я сладкий как мёд пчелиный И ты знаешь, что эта вечерина будет длинная, длинная Ничего золотого, ну что в этом такого? Задаю этот вопрос себе я снова и снова Вот и ты готова, готова к обороне Это значит, кроме меня тебя никто не тронет Ага, мои глаза переключаются на твои губы Я вижу, что им очень нравятся ночные клубы Я так общаюсь, это между нами сугубо Тебя я нежно-нежно, тебя я грубо Санта-Лючия, 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 Санта Санта-Лючия, Санта-Лючия, он парень неплохой Санта-Лючия, Санта-Лючия, стал для него родной Русское радио Все будет хорошо В прямом эфире живая тема, я ведущий Макс И в гостях у меня Петр Викторович Богомаз Человек-чемпион Чемпион из Колесникова, кандидат мастера спорта По пауэрлифтингу и жиму-лежам Петр Викторович, ну давайте все-таки поговорим Чуточку о вас, поговорили мы о соревнованиях Рассказали, слушали, что такое пауэрлифтинг Вообще, как вы пришли к занятиям И в каком возрасте именно этим видом спорта Ну, этим видом спорта заниматься Практически начал Так, более-менее Лет, наверное, пять-шесть назад А в течение всего времени В течение всего времени Начиная с восьмого или девятого класса Заниматься начали Искали комплексы Занятий и гантелей Был советский воин журнал В нем Выбирали туда комплексы занятий И с Владимиром Николаевичем Миротниченко Я думаю, это вам о чем-то говорит Знаете И вместе занимались И Назаров Юрий Иванович Вот мы вместе все втроем и этот Практически занимались И штанги делали самодельные А благодаря кому? Благодаря Розенченко Леониду Николаевичу Который, Алексею Николаевичу Который у Колесникова стал Первый мастер спорта по тяжелоатлетике И вот мы на него все Он был для нас кумиром И все это пошло Потом после окончания 10 класса В Таганров пошла Работа в завод красный котельщик И соответственно во дворец спорта ходил Тоже занимался атлетикой Классикой занимался Позанимался, допустим Около года Результаты были И 85 рвал Там 110 толкал При весе 74 кг Так что я к этому К службе в армии был практически готов В армии конечно Еще одна школа Школа мужества И вообще спорт многое дает Поэтому спортом Надо молодежи увлекаться Начиная Со сранья Извините за выражение Поэтому в школе Внимание обращаться на физкультуру Надо так же точно Как и неуспеваемость по математике Так и неуспеваемость Должна равняться В физическом отношении Развитие физическое Поэтому Ребята должны готовиться К армии Мне кажется честно Вы знаете Просто у нас даже в школе Как-то больше идет Упор на математику И на русский Если по физкультуре У кого-то там двойка Или там тройка На это как-то внимание Никто не обращает А вот именно на такие науки Почему-то вот так вот Но все математиками не будут Ну конечно не будут А общее физическое развитие Все равно должно быть у каждого Во-первых Каждый должен стать воином Каждый должен стать И как говорится Настоящим воином Сильным Крепким И духом И физически Легко служиться Будет тогда Да сейчас Легко служиться Сейчас уже год Скоро вам вообще Он полгода сделает Ну ладно давайте не будем Углубляться об этом Давайте все-таки вернемся к вам Все же вы занимались Тяжелой атлетикой Классической После этого просто поддерживали Себя в тонусе Вот как получилось так Что 5-6 лет назад Вы решили заняться опять Профессионально Да не профессионально Это просто-напросто Любительский Я так Занимался Полгода Занимаюсь Это осень Начинается Седябрь Октябрь Ноябрь До весны Начинается жара Забрасывал опять все Ну тут вот Гуняшев Александр Николаевич Это ваш тренер Это наш тренер Да Он работает на данный момент У нас на юге Руси И он узнал Есть такой Тоже Пауэрлифтинг Занимается Многократный чемпион мира Города Стародубский Ну и вот Гуняша Поинтересовался У него Там мужик Жмет Почти 60 лет 160 165 килограмм Он говорит Да это чемпион Город уже фактически Город готовый Ну вот Поэтому Он меня в первый раз Как говорится Заманил на соревнования Евразии Этот Чемпионат Евразии Первый раз поехал Первый раз И сразу выиграл Чемпионат Евразии Там правда Один соперник был Но тем не менее Тем не менее Я выиграл Стал чемпионом Евразии А то есть Получается Вы из любителя Сразу перешли в стан профессионала Поскольку Ну как профессионала Профессионала нет Это любительская До сих пор любительская Не ну как любительская Вы участвуете В такого рода соревнованиях Я уважаемые слушатели Только что держал в руках Медаль чемпиона Это не назовешь Любительской медалью Вы знаете Такую медаль не купишь В магазине И не вручишь Где нибудь на кубке Спартакеаде Действительно медаль которая Ну очень похожа на олимпийскую Скажу вам по секрету Да Может быть золота просто Мне чуть чуть меньше Но я думаю труда Тоже достаточно А все таки скажите пожалуйста Вот раз мы заговорили о вашем тренере Гуняшеве Александре Николаевича Который сам является шестикратным Рекордсменом мира По тяжелой классической атлетике Вообще Вот с людям которые Планируют Начинают И собираются заняться Можно ли заниматься Одному таким видом спорта Без тренера Ну одному тяжеловато Заниматься Тяжеловато Потому что планы надо строить За нагрузками следить Если нагрузки будут неправильные И результаты Расследования Да и подстраховать Обязательно нужно кому-то Да 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 Ну Со мной еще занимается Меньший сын Виктор Тоже подвижки есть На данный момент 145 Жмет уже Хотя после аварии После такой серьезной Тем не менее Восстановился А вот скажите пожалуйста Вот Вы ставите перед собой Ну вот и понятно ставите Вот вы говорили о сыне Викторе Или там еще о ком-то И есть ли например Даже Как вы говорите Любителя пауэрлифтера Какая-то планка Вот вы Ставите себе задачу Через три месяца Например там Толкнуть Ну не знаю 150 кг Ну не важно Энное количество Как добиваться И доходить до той планки Которую поставили самому себе Ну это упорный конечно труд Желание должно в первую очередь быть Поэтому Желание не будет Сдвигов никаких не будет Ты должен себя настроить Полностью Изнутри И снаружи Вы поняли Это труд 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 Железо Железо Это понятно Вот теперь такой вопрос По поводу экипировки Многие Я готовился к передаче Прочитал что там Очень много разновидностей Там всякие резинки есть Все остальное Вот у вас есть какая-то экипировка Специальная Нет экипировки никакой Потому что я Например Ну как сказать Вообще Противник этого Потому что это Ты не собственной силой Жмешь Это за тебя резина Ну да Поэтому Ну какой интерес Я считаю Частота Вот это интересно Ты сам себя Проверяешь Вот это я считаю Спорт Вот вы в начале передачи сказали Что это очень травмоопасный спорт В чем может быть травма Рассяжение мышц Разрыв связок Что вот Как убери себя травм Ну Убери себя травм Прежде всего Нормальная разминка Нормальная разминка должна быть И соответственно Связки должны быть тренированы Растяжки должны быть Грудь рвут ноги Мышца груди отрывается Мышца отрывается и на ногах И спина В общем У вас были подобного рода травмы? Да нет У меня пока Ничего не было Да действительно Чтоб не сглазить Как говорится Особенно перед Такого рода соревнованиями Как Кубок Восточной Европы И Кубок России Приверемся буквально на несколько минут И поговорим о развитии Тяжелой атлетики вообще у нас в регионе Есть ли вообще планы И может ли что-то на них повлиять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы никуда не убегаем, уважаемые слушатели, и выводимые в первом эфире живая тема, ведущий Макс. У меня в гостях Петр Викторович Багомас, человек-чемпион, чемпион из Колесникова, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу и жиму лёжа. Петр Викторович, ну вот мы много поговорили, рассказали слушателям, что, да почём, вообще, вот как вы считаете, как можно привлечь нашу молодёжь, районную к занятиям спортом, ну и, конечно же, в данном случае, к тяжёлой атлетике в частности? как привлечь конечно вот перед любовь в спорту должна у каждого и если хочешь себя сделать красивый мужчина настоящие телосложения чтобы я считаю заниматься ребята или над сама приходит изнутри приходит я не знаю как ну я надеюсь что все таки молодежь потянется потянется потому что без спорта нельзя во-первых сейчас такие времена столько негодяев ты себя можешь защитить семью свою защитить да и собственно говоря это фундамент здоровья своего ты сможешь закладывать которые тебе будут на протяжении всей жизни ну вот знаете вот я вот точно помню что лет так 20 назад даже больше лет 25 назад мы очень частенько наблюдали как раз эти соревнования по классической тяжелой атлетике мы наблюдали за нашими спортсменами из ссср которые рвали толкали и действительно очень часто это было на наших телеэкранах учитывая то что спортивных каналов тогда нет сейчас даже на спортивных каналах мы там ну не знаю в основном восточные единоборства какие-то смотрим бокс почему-то классическая тяжелой атлетики нету вы знаете как ну это же первое становление ребенка вот как его завлечь именно люди может и не знают об этой тяжелой атлетике они сейчас если для того чтобы защитить идут заниматься там не знаю дзюдо самбо в лучшем случае там еще какие-то наборство да вот это почему-то более популярность стала вот как вот привлечь именно на ваш взгляд вот не знаю вы не планируете случайно открыть секцию слова администрации мы этот вопрос решали глава администрации вроде бы дал добро с этим михаилом фильтровичем лысухиным да мы разговаривали по этому поводу предлагает этот помещение у нас старой рутанке хотя хотелось бы мне как сказать у нас первый мастер спорта по тяжелой атлетике колесникове и вообще у нас тянется молодежь к этому железкам в основном железкам тянется поэтому хотелось бы чтобы колесникове но колесникове у нас нет скажите помещение такого есть только клуб фаи можно только для этого определить зеркало поставить этот но михаил викторович говорит что должно быть лицензированное помещение только этих препонов вот тоже да почему то мы говорим о развитии спорта детского там а все равно государство постоянно нам какие-то препоны шьет теперь нужно лицензированное помещение типа лицензированный педагог и все остальное кто-то должен за что-то отвечать чему-то так конечно этот вид спорта травматический так что поэтому должен образование иметь и тренер тренер нормальный должен быть соответственно оборудование все ведь сейчас допустим на соревнования едешь там стойки допустим настоящее это оборудование там грудную клетку тебя перекрывает и случилось что она срывается сразу на планку да она падает на планку и она тебе никакого вреда не это не принесет допустим штанг в случае живут недавно был прошлым летом или прошлой осенью по моему в шахтах по телевизору мы даже говорили да и ребята между собой разговаривали что что она передавила или грудную клетку 140 килограмм упадет сверху с метра конечно убьют просто продрежь давайте не будем о грустном сразу запугать людей знаете этого родители сразу будет пугаться и детям ну действительно в общем препоны есть но собственно говоря теоретически секции быть на да 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 будем надеяться что кто-то да как-то и поможет вообще не сразу обещал штангу купить на 100 настоящий так что конечно бы не наш там надо штаны 3 надо было для того чтобы детей затянуть ну конечно это колоссальный труд и труд этого тренера тренером конечно буду разговаривать и разговаривал внешним александр николаевичем конечно он специалист он был раньше тренером сборной союза динамо вы поняли не да в ростове здесь база была основная и сюда есть и железь человек не просто профессиональный тренер просто профессионалище да учитывая то что он шестикратный рекордсмен мира по тяжелой атлетике ну а вообще теперь несколько вот давайте отвлечемся и вот такая у меня рубрика непредсказуемо несколько вопросов на которые вам не нужно долго думать просто отвечаете и все вообще считаете ли вы себя примером для подражания считаете без лишней скромности имея свое распоряжение чем имея своем распоряжении часу единства с президентом нашей страны какие вопросы бы вы подняли слишком много говорится что говорится делается только туда как говорится сыновья в том числе я и труда и финансовых этих затрат газон был не хуже чем не клина кем один из лучших я помню говорили хвастались я потом пошел на работу работать стал директором филиала успенского и заниматься и мне к никому стадионом значит разговаривал зловой по совета нашего этим шищенко александр евгеньевич ну что обещает обещает перевести вот год переводят до сих пор чтобы на баланс им поставить права пропадает газон пропадает и в итоге просто-напросто готовый комплекс там и перекладины есть и крокодилы есть вы поняли да и огороженный этот скажите весь стадион а из радио и бочка есть для полива и гидранты есть все и трактор косить есть сами приобретались все есть все есть только единственное кого-то ставить чтобы там именно стадионом заниматься без этого ничего не будет спарта была конечно спарта уже нету это у нас стало спарта конечно тяжело содержать когда все упирается финансы и довольно таки немалые потому что любой этот скажите любую команду возьмите везде все платится здесь все деньги потому что спорт спорт потихоньку будет умирать умирать почему потому что он превратился просто-напросто коммерческая на структуру да самый оригинальный подарок в вашей жизни который вы получали мерседес мерседес оригинальнейший подарок ну и вот последний но вот последний вопрос как вы проводите свободное время вообще если оно свободное время есть свободное время если на пруду бываю частенько внука гоняете да ну ка не да меньше правда лишь мало приходит никитка жалко конечно хороший пацан так давайте не будем о грустном все-таки давайте несколько советом начинающим спортсменами родителям будущих чемпионов хорошо родителям ходите пускай смотрят за детворы чтобы меньше на улице занимались смысле того что улица меньше воспитывала а надо ходить вот на любое на любую секцию на любую секцию но обязательно ходить это как сказать это труд это во первых воспитывает их вы понимаете как сказать выносливости силе вы поняли да скорости все это спорт и спорт спорт если без спорта без спорта жить и жить вообще невозможно вот я допустим я 60 лет почти скоро будет в каком плане что без спорт а вот кстати по поводу ваших ваших 60 лет получается помимо того что вы можете поставить в своем возрасте новый мировой рекорд так вы можете стать единственным чемпионом который защитил именно в таком возрасте кандидата не кандидата мастера спорта получается так вы можете стать первыми из первых мастеров спорта получивших это звание в 60 лет я не знаю вообще фактически кто когда получал но по крайней мере но если мировой рекорд ну да 155 пока что то был чей был был попова но я же еще не вижу знаете жим лежа рекорда я вот вижу бумагу поэтому 60 лет да конечно не все выполняют потому что нормативный что для 20-летнего до 40 летнего и для 80-летнего до нормативы одинаковые что ж еще раз такой вопрос от слушателя у нас самому как можно посмотреть из соревнования вообще пускает ли туда людей вход свободный где это все свободно и вот допустим будет в этом в ростове правда уточняется место проведения кубка и кубка этот восточной европы да уточняется если это желание такое есть то можно будет в эфир вам этот сказать что так и так это проводится и такой такой адрес туда уход свободно ради бога то есть можно любому человеку а вот как принять участие любой человек может принять участие для этого нужно заявку надо делать заявку и все тебя никто не проверяет сможешь ты поднять штангу или не сможешь вообще заявку можно дать любому человеку все пожалуйста так ну что ж собственно говоря мы наверное уже практически все обговорили хотите знаете что вам скажу вы самый злостный нарушитель точно нашего района закона всемирного тяготения ведь если бы не всемирное тяготение то люди бы вообще подымали мега веса но вот хочу сказать что вы как самый злостный нарушитель закона всемирного тяготения я хочу чтобы вы и дальше волновали о Думаю, пауэрлифтеров, обывателей, всех коллег, ну и, конечно же, всех жителей района своими рекордами. Не хотим возглавить, хочется, конечно, чтобы вы достигли своего результата. Все-таки взяли мастера, рванули эти несчастные 177,5 килограмм, собственно говоря, больше, чем 2,5 моих веса. Пожелать вам удачи, ну и, конечно же, хорошей физической подготовки, как в 60, в 65, так и, как вы говорите, что дедушка в 71 год толкает сколько? 117 килограмм в 71 год. Так что, уважаемые слушатели, если вам интересно, конечно же, приезжайте на соревнования. Кстати, еще раз напомню, что следующее соревнование состоится в Ростове-на-Дону. Это Кубок Восточной Европы, первен стран СНГ по пауэрлифтингу. Вот где и когда они состоятся, еще уточняется, но совсем скоро. А вот 15.16 в Белграде Кубок России. Петр Викторович, вам большое спасибо за интервью. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти. Ну и вам, конечно, удачи, счастья, улыбок. Ну и пусть внуки чаще вас балуют. Спасибо. Будем надеяться, что все же получится у вас в администрации открыть секцию. Пусть сначала будет одна штанга, главное, чтобы что-то началось. Уважаемые слушатели, это была «Живая тема», и у меня в гостях был чемпион Колесникова Петр Викторович Богомас, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу и жиму в лёжи. Чемпион мира, шо потом сказал. Продолжение следует... Продолжение следует...